Добрый день! У меня доклад на тему сколько автоматизации можно купить за 100 рублей в месяц. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к этому вопросу, хотелось бы поговорить о зачем малой рознице вообще автоматизация. Валерия в своем предыдущем докладе отметила, что автоматизироваться нас заставляет государство. И это действительно так. Но давайте посмотрим, почему это происходит и в чем это выражается. Это происходит потому, что государственный контроль товародвижения становится сквозным. То есть теперь мы можем отследить весь товар, начиная от производителя или импортера и через торговые точки до конечного потребителя. Другой важный момент это то, что торговля некоторыми товарами, требует обязательной передачи данных в государственные информационные системы. Без автоматизации соответствовать этим требованиям не получится. Простой пример это торговля алкогольными напитками. Все данные необходимо передавать в ЕГАИС для того, чтобы работать по закону. Для многих предприятий малой и микророзницы первым этапом автоматизации стал переход на онлайн-кассы. По этому поводу у предпринимателей было много эмоций. Но поскольку это все равно произошло, имеет смысл подумать, а как вот эти расходы на приобретение онлайн-касс, подключение к ОФД и полностью переход на новый принцип торговли обернуть себе на пользу. Мы считаем, что для того, чтобы бизнес извлек из этого пользу к железу, то есть к онлайн-кассам, нужно добавить правильные мозги, то есть правильное программное обеспечение. Под правильным программным обеспечением мы подразумеваем такое ПО, которое не только закроет первичные потребности бизнеса и поможет ему стать более прозрачным, более управляемым, но и такое ПО, которое работает немного наперед и умеет интегрироваться со всеми системами государственного контроля и при необходимости будет быстро адаптироваться под новые изменения. Итак, сколько же автоматизации можно купить за 100 рублей в месяц? Ровно столько, сколько нужно предпринимателю для того, чтобы во-первых, обороть рутину. Это какие-то ежедневные задачи торговой точки, изменения центом, заведение новой номенклатуры, введение каких-то остатков, то, что отнимает обычно много времени, и это время, по правде говоря, можно вообще-то использовать для того, чтобы развивать свой бизнес, а не для того, чтобы каждый день выполнять вот эти задачи. Во-вторых, для того, чтобы видеть, что происходит на торговых точках и желательно в режиме реального времени. Какие товары продаются, сколько денег в кассе. Это помогает в том числе и контролировать продавцов. Вы видите, что продано и на какую сумму продано. Но это обеспечивает прозрачность между владельцем бизнеса и его работниками. В-третьих, нужно понять, что предпринять для того, чтобы увеличить прибыль и оптимизировать затраты. И самое важное, при этом не перегружать голову лишней информации. Специально для малой и микророзницы мы разработали один из кассу. Это облачное решение, с помощью которого можно легко управлять бизнесом в малой и микрорознице. И сейчас я хочу рассказать вам, какие есть фишки, какие опции, функционал в этом классном приложении. Во-первых, это подключение нескольких онлайн-касс от разных производителей. Это очень важный момент, потому что у производителей контрольно-кассовой техники, как правило, есть какое-то свое облачное ПО, но оно заточено на работу именно под эту технику, которую выпускает этот производитель, и это не всегда удобно. То есть в один из касс вы можете подключить совершенно разные кассы. Во-вторых, очень такая классная фишка – это возможность централизованного и при этом удаленного управления вашими торговыми точками в режиме реального времени в одном окне. То есть у вас даже на точках может быть разная номенклатура или одна и та же номенклатура с разными ценами, но при этом вы все можете видеть, все, что у вас происходит в одной программе, никуда не переключаться, не бегать по разным тетрадкам, и это тоже экономит время. Еще такие важные возможности, как вот Валерия уже говорила про сервис 11 номенклатура, вы можете бесплатно загрузить до 10 тысяч карточек товаров, готовых, и это опять же экономия времени. Если вы торгуете алкогольной продукцией, вы можете легко интегрироваться с ЕГАИС. Также в один из кассе предусмотрено рабочее место кассира. Это удобно для тех торговых точек, где уже есть, например, компьютер, и раньше использовалась какая-то кассовая техника. Ну, если вы привыкли так работать, пожалуйста, вы можете использовать рабочее место кассира. Также вы там можете вести простой товарный учет, управлять остатками, смотреть аналитику и видеть, что действительно происходит у вас на торговой точке. Какая у вас выручка, какая прибыль, средний чек, динамика покупок, какие товары продаются лучше всего, какие хуже всего. Также 1С касса интегрируется с программами 1С, перечень вы видите на слайде, и если вы уже работаете с какой-то 1С, при необходимости вы можете их интегрировать. Эти полезности сервисы не заканчиваются. Для удобства можно изготавливать ценники и этикетки по готовым шаблонам и потом распечатывать их на обычном принтере, загружать накладные сразу из файла. Если поставщик, например, готов присылать по электронной почте накладные, их не нужно переписывать вручную, можно их сразу загрузить. Если у вас несколько систем налогообложения, пожалуйста, на одной онлайн-кассе можно поддерживать с помощью облака несколько этих режимов. Для таких компаний, как, например, пункты приема металлолома и ломбарды, предусмотрены кассовые операции расход и возврат расхода. Также есть учет движения денежных средств и возможность подключения сканеров штрих-кодов и эквайринга. И вот немного примеров из нашей практики. То есть если говорить о том, о какому малому бизнесу это подходит, и если у вас есть вопрос, а подойдет ли это мне. Вот, пожалуйста, я специально взяла из статистики самые разные примеры. И как мы видим, что это малый бизнес, в котором далеко не всегда есть только одна онлайн-касса. Это и сеть продуктовых магазинов сельской местности в Краснодарском крае, это и птицефабрика, бани, организация праздников, это Дед Мороз сервис, в Великом Устюге. Ну и теперь, собственно, вопрос, сколько это все стоит на самом деле. Если у вас одна касса, и вы бьете до 300 чеков в день, это будет стоить до конца 2019 года 0 рублей в месяц. Если чеков или касс больше, 100 рублей в месяц, и только для смарт-терминалов Эватор, это в любом случае стоит 300 рублей в месяц. Но в любом случае те возможности, которые дает облако, они довольно, получается, бюджетно и доступно. И для того, чтобы посмотреть, что это облако умеет в реальности, пощупать все его возможности, можно обратиться либо к партнеру 1С, либо самим зарегистрироваться на сервисе 1sfresh.com и посмотреть, как это все устроено. У меня все. Спасибо за внимание.